Сегодня мы будем говорить на очень важную тему, на тему проблемы употребления наркотиков среди молодежи. Сегодня в гостях у меня депутат Пермской городской думы Илья Николаевич Лесняк. Добрый вечер. Добрый вечер. Для того, чтобы нашей аудитории стало понятно, почему мы обращаемся к этой теме, давайте несколько цифр, фактов, которые объяснят то, что это важно. На минувшем заседании комитета по социальной политике Пермской городской думы депутаты внимательно рассматривали эту проблему и увидели довольно интересную картину. Несмотря на то, что на учет, как наркопотребители попадают считанные единицы молодых пермяков, при этом огромное количество протоколов составляется за употребление наркотических веществ. То есть многие сотни и тысячи молодых ребят попадаются на употребление наркотиков, но на учет не встают. Таким образом, мы видим, что если даже при ближайшем рассмотрении проблема оказывается многократно острее, чем она видна в исходных статистических данных, огромное количество наркопотребителей в молодежной среде скрыто от глаз правоохранительных органов и официальной статистики. Поэтому, несомненно, проблема для Перми стоит остро, особенно для отдаленных районов. Ну вот смотрите, мы говорим о правоохранительных органах, но чего же говорить про них, если в собственных семьях иногда не видят родители, что их подрастающие поколения, подростки или уже молодые люди после 18 лет употребляют наркотики, потому что это на самом деле не так просто неподготовленному человеку заметить, правильно? Вот давайте скажем, вернее расскажем, как же изменилось вот это вот лицо, молодое лицо, которое употребляет наркотики или психоактивные вещества, мы, наверное, сегодня о них говорим больше, за последнее время, за последние годы. Во-первых, наркопотребитель очень сильно помолодел. Все чаще наркотики стали попадать в школы, особенно такие страшные, как спайсы, соли и все те вещества, которые имеют синтетическое происхождение. А дети не боятся, потому что они думают, что это ерунда. Да, потому что им предлагают это сверстники, это довольно легко стало приобрести через интернет, поэтому должной осторожности к этому они не проявляют. Мало того, до недавнего времени, ну, я имею в виду, что несколько лет назад это еще было в свободной продаже. Да, буквально несколько лет назад все эти вещества запретили, когда поняли, какую смертельную опасность они представляют. Ну, и сегодня интернет предоставляет широкие возможности для их употребления, к нашему большому сожалению. Ну, не интернет, естественно, в этом виноват, а виноваты люди, безусловно. Давайте тогда объясним, каким образом с этой проблемой собираются бороться? То есть есть какие-то поэтапные шаги? Первое, второе, третье? По важности, я не знаю. Долгое время городской бюджет по остаточному принципу уделял внимание этой проблеме. Была довольно узкая подпрограмма, которая называется «Профилактика употребления психоактивных веществ среди молодежи». Там проводилось буквально несколько каких-то семинаров в нашем городе, которые, по общему мнению опрошенных нами ребят, не вызывали у молодежи ни интереса, ни отклика. Ну, я думаю, что на такие семинары прежде всего пойдут те, кто не употребляет, а кто употребляет, тому неинтересны эти семинары. Да, совершенно верно. На Комитете по социальной политике эта проблема была поднята, все депутаты согласились с тем, что нужно с этим что-то делать. Я взял на себя инициативу и совместно с администрацией мы переработали эту подпрограмму, обратив внимание на современные каналы коммуникации, обращаясь к молодежи так, как она может воспринять это. Очень интересно, давайте конкретно. Во-первых, начали мы, конечно, с тех самых пресловутых семинаров, они были заменены на интерактивный краж-курс, который проходит во многих образовательных учреждениях нашего города. А как это выглядит? Это часовая программа, на которой дети сообщают о своих мечтах, все это завязано с большими воздушными шарами, с полицией, с собаками, то есть молодежи обеспечивается полноценное погружение в проблему, в меры ответственности, в последствии употребления наркотиков. Но это мы профилактируем таким образом, правильно? Да, это профилактика. И, конечно, ребята выходят оттуда глубоко воодушевленными, и желание пробовать наркотические вещества у них отпадает. То есть вы проводили потом какой-то опрос, и он показал, что это воодушевляет ребят? Да, во-первых, практически стопроцентная статистика среди той молодежи, которая непосредственно посетила эти семинары. Во-вторых, огромный фурор среди образовательных учреждений. Например, заявки на этот год уже в конце прошлого полностью были забиты. То есть образовательные учреждения бьются за возможность провести у себя такой интерактивный краш-курс, который разработан совместными усилиями Дворца молодежи, Депутатского корпуса, Главного управления МВД России по Пермскому краю и главного нарколога по Пермскому краю. Вот, очень важно, что вы сказали, что главного нарколога, потому что одних общественных усилий для этого маловато, правда же? Потому что, ну, как бы мы ни хотели привести ребят к тому, чтобы они признались, что они не хотят употреблять психоактивные вещества, но мы не обладаем теми знаниями, которые обладают наркологи и те же самые служители закона. Именно поэтому была собрана очень разносторонняя рабочая группа, в которую вошел и нарколог, и психологи, и представители правоохранительных органов, для того, чтобы бороться с этой проблемой в комплексе и рассматривать ее с самых разных сторон. — Илья Николаевич, ну вот вы сказали, что прям вот борются за то, чтобы учреждения образовательные, чтобы такая программа поработала у них. Как сделать так, чтобы любое образовательное учреждение, которое хотело бы такую программу провести у себя, в своих стенах, не билось, что называется, а в таком спокойном рабочем режиме? — Нужно просто заблаговременно подать заявку на площадку Дворца молодежи, и образовательные учреждения включат в список и в план мероприятий. Тем более, что если в прошлом году все мероприятия крашкурса проводились в центре города, в частности, на площадке Дворца молодежи, то начиная с этого года крашкурс выезжает в районы, и основные усилия предпринимает именно в отношении отдаленных районов. — Скажите мне, а сложнее, вернее, острее проблема стоит именно в отдаленных районах? — Да, тем более, что подавляющее большинство даже заявок от образовательных учреждений поступало именно из таких районов, потому что другая социальная обстановка, другая криминогенная обстановка, это, конечно, накладывает свой отпечаток и на наркопотребление. — А вообще социальный портрет имеет значение? То есть это все-таки люди из асоциальных семей, я имею в виду подростки, или никто не огражден от этого? — Учитывая, что в школах, в других образовательных учреждениях дети коммуницируют друг с другом, дети из разных социальных групп с разным уровнем достатка, поэтому эта проблема распространяется по всем. — Абсолютно на всех, да? Скажите мне, пожалуйста, как это будет развиваться, вот эта вот программа в частности, или, может быть, еще какие-то интересные направления работы в ближайшее время? Есть ли какие-то перспективы, какие-то реперные точки, которые вы хотите достичь? — Краш-курсы — это не единственное мероприятие, которое было включено нами под программу, а также разработаны и распространяются несколько информационных роликов, 7 инфографических материалов, и с ними мы выходим через современные каналы коммуникации. — Через соцсети? — Молодежь сидит в социальных сетях, конечно, мы распространяем через них. Молодежь ходит в кинотеатры, встречается с этими материалами там, на крупных городских мероприятиях, в самих образовательных учреждениях. То есть мы стараемся нанести эту информацию до максимально большего числа молодежи. И если сравнить под программу в 2017 году и в 2018, подорожала она в полтора раза, но ее охват вырос в сотни раз. — Есть какие-то цифры, благодаря которым вы оцениваете эффективность работы? — Конечно, мы опираемся на целевые показатели программы. Это, во-первых, охват, сколько молодежи нам удалось охватить, и, во-вторых, показатели качества. Насколько снижается наркопотребление, насколько меньшее количество ставится на учет. Но учитывая, что мероприятия программы запустились лишь во второй половине 2018 года, оценить результативность нам предстоит только в этом году. — Были ли проведены какие-то большие исследования до программы? Не собираются ли, скажем так, какие-то контрольные замеры делаться после полгода, год, два года? — Рабочая группа регулярно делает замеры статистических данных и данных, которые предоставляют правоохранительные органы, чтобы в режиме онлайн мобильно можно было регулировать подходы, регулировать те районы, куда стоит направить основное внимание, выбрать те каналы коммуникации, которые для этого будут оптимальны. Но что еще важно? Мы предоставляем самой молодежи возможность участвовать в решении проблемы с наркотиками. На площадке Дворца молодежи мы запустили конкурс молодежных проектов, священных антинаркотической тематике. Заявки, кстати, прямо сейчас принимаются от любых представителей молодежи, совсем не обязательно регистрировать для этого общественную организацию. Можно просто от физического лица заполнить небольшую анкету. — Или от класса, например, от каких-то ребят активных. — Да, или от класса, или от группы университета. И получить все необходимые ресурсы для реализации такого проекта. — Очень интересно. А куда обращаться? — Дворец молодежи. Можно по электронной почте, можно прийти самостоятельно. То есть минимум бюрократических проволочек для участия. Главное, хорошие идеи совместно с Дворцом молодежи и городскими властями их можно будет воплотить в жизнь. — А уже есть какие-то интересные идеи, которые бы вы хотели воплотить в жизнь? — Мы пока не распечатываем заявки, но в режиме консультирования знаем, что уже приходили с идеями антинаркотических фестивалей, различные интерактивные онлайн-проекты, связанные с профилактикой употребления наркотиков. В общем, точно будет из чего выбрать. — Ну что ж, большое вам спасибо, Илья Николаевич, уважаемые телезрители. Вам, я напомню, у нас в гостях был Илья Николаевич Лесняк, депутат Пермской городской думы. Ну а мы с вами продолжим нашу программу сразу после короткого блока коммерческой информации.